Всем привет! Мы опять с Дианой вместе. И сейчас мы идем на старый поселок, в магазин, покупать еще детям игрушки, которые не докупили. Там просто очень хороший магазин, там и елочные игрушки продаются. Так что мы сегодня будем затариваться. Потом еще хотим пойти в Харзаман. А еще мне нужно сегодня пойти в торговый дом Рубин, потому что там я выиграла зонтик. Я вообще не ожидала. Я в инстаграме увидела конкурс. И надо было зарегистрироваться у них на сайте. Я зарегистрировалась и мне дадут подарок. Первый раз в жизни я что-то выиграла. Тут такая грязь, ужас. Смотрите, тут в основном такие здания. Тут магазины, склады. Ничего интересного на старом поселке нет. Все разваленное. Почти все разваленное. Погода сегодня такая. Ну, чуть-чуть прохладная. Я, конечно, оделась чуть-чуть не по погоде. И уже дождик капает. Так что новый зонтик мне будет кстати. Ну, у меня-то есть зонтик. Зачем ты это забыла? Ну, я думала, дождь идет. Сережа сказал, дождь идет. Сережу сегодня пораньше отпустили. У них вчера был корпоратив. И после корпоратива никто работать не хотел уже. Не смог, точнее. Мы вчера отдыхали. Я такая уставшая с этими сумками. У меня все отваливалось просто. Ничего не снимало, ничего не раскладывалось. Куда-то зашли. Нам самим аж страшно стало. Непонятно, куда идем. Я просто знала, что тут где-то этот магазин. Да, вот тут премиум склад. Смотрите, сколько здесь людей. Все запариваются. Нам еще такую мальку подарят. Потом посолки. Как это вот за коняк, как прикольно. Не знаю, мне кажется, что все на этом. Надо идти в Харзаман. Остальное-то такое. Все поломается быстро. Мы вышли из того дурдома. Взяли маленькую машинку на пульт и Владику планшет. Сейчас пойдем дальше за покупками. В Харзаман пойдем. И как раз в Рубин. Там рядышком он находится. В Харзамане ничего не было. Мы ничего не купили. Такого интересного. И уже вот в Рубин пришли. За моим зонтиком. За моим подарочком. Не, у меня так прикольно. Я правда никогда в жизни ничего не выигрывала. Я тоже. И тут зонтик. А это куда? Вот это? Наверное. Я не знаю. Тут ни разу не была. Что? Какая-нибудь. Мне вручили зонтик и еще подарки. Тут компот. О, из этого. Пихуа. Нет. А что? Киви. Календарики какие-то. Но это я потом посмотрю. Ручки. Ну, потом все покажу. И как раз начался дождик. Так что мы можем воспользоваться новым зонтом. Но пока не буду. Придем домой, посмотрим, все хорошо. Я довольная. Просто так. Конечно. Первый раз в жизни. Должно же полезти человека. Нас сейчас собьют Диана. Диане сейчас надо пойти на район к участковому. У нас тогда мы не поспорим. Или нет. Но мы все равно пойдем сейчас позвоним, наверное. Потому что у Дианы проблемы с паспортом. Она до сих пор не получила паспорт. Хотя сдала еще месяца три назад документы. Да. И ей нужно сейчас поехать с участковым. Чтобы соседи подтвердили, что она действительно здесь жила. Потому что Диана до 2004 года находилась в Москве. И только потом сюда приехала. И вот ей нужно подтвердить, что она действительно здесь жила. А то Диане вообще говорили, на каких основаниях вам выдали паспорт. И гражданство. Да, и гражданство. Хотя она здесь родилась. Короче, у нее проблемы. Но у меня не было проблем, потому что я здесь родилась. И здесь и жила. Я никуда не уезжала. Ни во время войны, ни вообще потом. А у Дианы проблемы. И ей сказали, что если сегодня вы не приедете. И соседи, если не подтвердят сегодня, что вы здесь жили. То тогда вы паспорт не получите. И Диана будет бомжом. Но соседи, естественно, подтвердят. Потому что она правда здесь жила. Так что... А, еще это... Что она тебе сказала? Они договорились встретиться вчера, завтра. Да. Чтобы повезти ее. А у нее ребенок больной. Да, она позвонила сегодня. Говорит, вы знаете, у меня ребенок больной. Давайте сегодня поедем. И нужно приехать за ней на машине. Забрать ее, отвезти туда. Я вообще не понимаю, почему. Потому что это ее работа. Она сама должна поехать это все узнать. А у Вити сломалась машина. А мы с тобой хотим. И сейчас Диане придется... Да, я вот тоже. В четверг. И Диане сейчас придется ее везти на такси. Туда и обратно. А это очень далеко. Ну, на это. На турбазу. А еще сегодня мы хотели поехать в Сочи. Хорошо, что мы поехали во вторник. А то если бы сегодня поехали... Ты бы без паспорта осталась. Вообще беспредел какой-то. Фух, холодно уже. Прямо этот парсорта. Давай еще не позвоним, что ли? Давай, сейчас позвоним, узнаем. Давайте уже решим, что потом не этот... Они-то все дома. Я соседям маму моя звонила, предупредила их. Ага, все, тогда давайте. Что? Она уже дома. Не поняла. Температура, сейчас я должна до нее доехать и оттуда с ней поехать. А позвонить нельзя было заранее? А потом она мне говорит, значит, завтра нет. А потом говорит, вы знаете, ну вообще-то это может месяц рассматриваться. То есть, когда она мне утром звонила, она говорила, что надо вот сегодня, именно завтра нельзя. Потому что я потом не получу паспорт. А сейчас она где-то там может месяц рассматриваться. Потому что ей сейчас уже дома лучше остаться, вот и все. Короче, у нас работники века. Мы уже дойдем до остановки, до какой-нибудь. Может быть, правда, потом уже, после Нового года. Потом вдруг она просто сейчас так говорит. Ну да, лучше сегодня поедть, сделать и все дать. Да, уже отрезаться и все. Не так просто получить абхазский паспорт. Я уже дома, мы достали нашу елочку, и дети ее украшают. Ну тут, конечно, катастрофа сейчас пока творится. Ну, мы потом исправим ситуацию. Ой, Максим, молодец! Как ты красиво все делаешь! Молодец! Молодец! Но сначала нужно повесить игрушки. Откроем! Да, давай! Давай, открывай! Открывай, Сережа! Игрушки. Они такие радостные. Я еще вот купила игрушки в магните. Но нормальных игрушек не было уже. Уже заранее все раскупили люди. Мы поздно очухались. Малик, это не трогай. Нет, давайте собирайте все шарики, что вы раскидали. И будем наряжать нормально елочку. Да. Покажи, Малик, где твоя звездочка игрушка? Где? Максим! Куда ты лезешь? Давай, показывай, что тут у тебя. У Марика вот есть какая игрушка. Ему в садике подарили, да? На Новый год. Давай сюда ее сделаем. Потом надо вот сюда Максима фотку сделать. А это моя. Чтобы обидно не было. Потом это туда. Потом сделаем и гирлянды, и все. А, еще же мы купили, да. Марик, вы не видели? Смотрите, что папа купил. Новые гирлянды. Ничего себе они. Да, они прикольные такие. Мне понравились. Бенгальские. Да, 750 рублей вот это вот стоит. Ну да, нам за 700 отдали. Наша соседка продавала их. Ну так. Тут у нас еще вот такие. И там еще есть где-то. Надо сейчас где-то все найти. О, прикольно! Найти. Марик, что вы натворили? Как мы это все... На елку-то будем делать? Нет, на елку не хочу. У нас елка, она сама по себе светится. У нее вот тут втыкается вот эта штучка и в розетку. И тут оптоволокно, и она будет светиться ночью. Она, конечно, такая прямая чуть-чуть, веток немного, но сойдет. Ее надо распрямить еще, Сереж, она не так распрямлена. Ну да, сейчас. Максим, ты что там смотришь? Где я? На пологу туда. Посмотрим, Сереж, давай сначала елкой займемся. Я не хочу гирлянду на елку. Да! Какой бардак. Короче, начинаем украшать. Мы нарядили елочку. Мы нарядили елочку, и Малик у нас и тут по центру. Сережа меня уговорил все-таки гирлянду вовнутрь сделать, и я не пожалела. Ну-ка, выключи свет, Сереж, посмотрим, как все это смотрится в темноте. Детям очень нравится. А давай выключи пока гирлянду, просто покажу, как елка светится. Ну, конечно, тут качество и видео сейчас не очень будет. Мне вот нравится, как они прям тычинки эти светятся. Тычинка. А что не тычинка? Тычинка. Пестики. Гадя пестики. Ра! Выключай. Гарень! Вот она вся переливается. Это сама елка вот так светится у нас. Все, вам я пойду. Все, Сереж, включай. Что, свет? Ну, да, уже темно, потому что ничего не видно так нормально с этой камерой. И сейчас я покажу, что мне подарили в этот, в торговом доме Рубин. Держи, Сереж, камеру. Держи. Зон. Зон прикольный, мне он очень понравился. Смотрите. Малышева покрутить, да? Да, и тут вот надпись Мидея. И самое главное, что мне понравилось, что тут везде двойные спицы. Везде. Отпусти его, что ты его держишь? Он висел на меня. Да, он такой добротный зонтик. Вот я буду с ним ходить. С Мидеей? А что нет? Максим, отпусти. Все, сейчас я вам еще что-то покажу. Смотрите, что у меня еще есть. Мне не только зонтик подарили. Смотрите. Папа. Какой там? А Лене. Нет, смотри, смотри, Максим. Максим, смотри, что твоей мамке подарили. Погады. Календарь. С унитазом. В май, короче. Так, в январе печки. Подождите, подождите. В январе, короче, нужно покупать печки. Максим, в феврале ремонт делать, в марте готовить. В апреле зелень, да. Мой туалет унитаз, потом кондиционеры. Короче, все правильно. И еще как. Так, а еще что тут? Ой, упал шарик. Ну, я его потом сделаю. Давай, Максим, посмотрим второе, что там. Я не знаю. Не знаете? Да. А, то же самое. Это я дяне подарю. Так. Два одинаковые. Я чувствую, что этот плакат уже не дозревет. Потом. Компот из киви. Местные образцы. Да, это местные наши. Но я не люблю. Абхазская сказка. Кстати, фирма очень хорошая, Абхазская сказка. Но я никогда не пробовала компот из киви. Потом у меня теперь будет ручка рубин. Детям, да? Покажи, покажи ручка. И магнит. Магнит. И пакет. И останется пакет рубин. Если честно, я, конечно, очень рада. Мне правда приятно. Это не реклама, ничего. Я просто участвовала в розыгрыше. И выиграла. Дай мне. Да? Ты на холодильник сделай. Все довольные? Да. Все. Сейчас будем кушать. И потом уже спать укладывать детей. Все. На холодильник сделай. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...